Здравствуйте! Меня зовут И Те Йонг, я мастер Шаронской розы, и я решила проблему о своем будущем и старости с помощью системного дыхания, системы дохода. Я, у меня есть свой центр в Ханоке, двухэтажный, но до этого я хотела бы вам рассказать, как я жила до встречи с Атоми. Я, когда я училась на факультете социологии в университете Йонсэ, я встретила моего мужа, который на тот момент был репортером. 28 лет я вышла замуж, родила сына и жила достаточно хорошо. До этого я давала индивидуальные занятия, и моя мечта была стать домохозяйкой. Мне не очень хотелось работать, когда я буду замужем. Но знаете, что случилось? Буквально два года спустя нашей свадьбы грянул мировой финансовый кризис, и зарплата моего мужа уменьшилась вдвое. И, конечно же, жизнь наша стала гораздо сложнее. И даже моего мужа это затронуло. И, видя, как страдает мой муж, и более того, у нас был сын, поэтому нам надо было его врастить, мне пришлось его дать соседке и самой пойти работать. И я пошла опять работать и давать индивидуальные занятия. К счастью, в Корее на это очень большой спрос, потому что все заботятся об образовании своих детей. И более того, потом, в 2006 году мы вместе с сестрой решили открыть курсы по подготовке к экзамену по английскому, и в течение 30 лет так работали. Также, поскольку я начала работать в академии, и я думала, что я буду работать, пока у него не будет больше зарплаты, но муж вместо этого решил пойти учиться на доктора. Более того, потом решил написать книгу. Книга стала бестселлером. И таким образом... И он вместо этого решил просто уйти из издательства, ввести свою колонку и давать лекции. За каждую лекцию он получал от 1 до 2 тысячи долларов, и уже достаточно успешную жизнь он вел. И, вероятно, благодаря тому, что я пошла работать, это дало моему мужу ощущение стабильности и ощущение уверенности в себе, и поэтому он смог пойти искать себя. И мы начали свою жизнь, когда только поженились с небольшой квартирки 60 квадратных метров. Но, поскольку у нас финансовые условия стали все лучше и лучше, мы сначала получили квартиру в Сеуле, потом купили офис-тель для сдачи в аренду, потом купили свой участок. И таким образом у нас потихонечку улучшались финансовые условия. Но моего мужа все время мучила мысль, что в старости у нас не будет дохода, и, наверное, нам нужно готовиться к старости в деревне. Поэтому мы купили участок, купили что-то вроде домика, и на выходных ездили и занимались земледелием. Но, до этого, 8 лет назад, до этого мы купили землю для того, чтобы построить ханок, и мы не ожидали, что у нас на это уйдет очень много денег. Более того, на постройку дорогого ханока в Сеуле потребовалось очень много денег. Также стоимость обучения за границей для сына тоже была очень высокой. Я начала думать, а вдруг мы обанкротимся? И раз в два года нам приходилось еще мазать этот ханок маслом, и таким образом это было очень дорого, потому что только нанесение масла каждые два года стоило более 10 тысяч долларов. Также мы платили налоги за недвижимость, проценты на кредит, сборы на какие-то медицинские страхования. И всего выходило очень дорого. У меня было ощущение, что я попала в ловушку. Кроме того, я думала, что репетиторство и частные уроки, и моя академия, сначала я думала, что они будут стабильным источником дохода. Ведь вступительный экзамен по английскому языку достаточно хороший источник дохода. И тогда, когда я была в тревоге, младший брат мужа, который живет в Москве и являлся генеральным директором Лене Бойл, приехал в Корею по делам и сказал, что собирается заниматься бизнесом Атоми. А я говорю, что я давно пользуюсь Атоми. Так зачем человеку, который неплохо живет в России, делать что-то подобное? А с Атоми меня познакомила сестра моего мужа 8 лет назад. И я пользовалась этим продуктом. Для начала мне говорили, что я смогу с его помощью зарабатывать деньги, но я пока в это сильно не углублялась. Меня больше всего впечатлил биби-крем Атоми, потому что моя кожа была очень чувствительной, и я не могла пользоваться дорогой косметикой, которую мне дарили родители, потому что у меня вызывала эта проблема на коже. Но тут, несмотря на то, что крем был недостаточно недорогой, мне он подошел, потому что до этого мне приходилось ходить в больницу и делать инъекции. И поскольку я не могла пользоваться косметикой, мне приходилось пользоваться только очень мягкой продукцией. Но даже там мне ничего не помогало. Но после пользования Атоми моя кожа становилась лучше. И таким образом, когда мне посоветовали Атоми, я была удивлена, что ничего, даже каких-то проблем не возникло. И потом, когда я думала, что раз я все равно делаю покупки в интернете, я могу покупать продукцию Атоми, я просто тратила на Атоми больше, чем обычно, обычно, но не занималась никаким бизнесом. Но брат мужа сказал, что он обязательно будет зарабатывать большие деньги через Атоми. Но ведь у меня уже был капитал, которым мне было и так тяжело управлять, поэтому я сказала, что я не буду заниматься бизнесом Атоми. Но поскольку уже тогда я была в ВВИП в интернет-магазине, я просто думала, ну ладно, я буду тратить чуть больше денег на Атоми, и все. Но, как говорят, что люди, они иногда меняют нашу жизнь. На следующий день, когда я поехала в аэропорт Инчон, чтобы проводить брата-мужа, я встретила двух империал-мастеров. И мне было не очень интересно, они предложили нам выпить кофе, и пока мы регистрировали багаж, нам в течение часа объясняли, как заниматься бизнесом. Но мне было не очень интересно. И даже мой муж, он был очень негативно настроен, и он даже кричал на своего брата, который говорил, что занимается Атоми. Но после этого мне сказали, что это платформенная компания, которая распространяет хорошие продукты, это всемирный, глобальный бизнес. И скоро откроется филиал в России. И брат мужа говорит, что он очень усердно работает, так что это самая хорошая возможность. И он посоветовал мне попробовать. И он сказал, что через 10 лет вырастет так, что, как очень известная компания, и если я сейчас начну этим заниматься, то все мы, когда все еще не начали, то через 5 лет все мне будут завидовать. И хоть и не прошло 5 лет, с тех пор, как я начала заниматься, я бесконечно... Мне мои друзья завидуют, которые поначалу меня отговаривали. И также я послушала маркетинговый план Атоми, и подумала, что доход Атоми во многом похож на доход моего мужа от роялти. Ведь мой муж написал около 40 книг, и хотя он не зарабатывал денег, когда пишет книги, деньги продолжают поступать после публикации, когда они продаются. И даже это все может быть унаследовано в течение 70 лет после смерти. И так я поняла доход Атоми. В то время младший брат мужа был одержим в поговорке, потому что он говорил, что 100 долларов — это больше. И поэтому я заплатила еще 30 миллионов вон, это почти что 300 тысяч долларов, чтобы получить еще 200 долларов в качестве национальной пенсии. И тут я решила начать заниматься Атоми. И подумала, что вот бы хорошо, если бы я от Атоми получала хотя бы 500 долларов. Но сначала я не знала, что делать. Поэтому прошла через множество проб и ошибок. Были люди, которые меня обижали, которые спрашивали, зачем я этим занимаюсь, которые специально не отвечали на мои звонки. Были люди, которые мне советовали, говорили, что я трачу все свои деньги впустую, что я жадная, что пытаюсь зарабатывать на жизнь. Мне было сложно, потому что я не привыкла. Но я решила начать пользоваться Атоми, потому что продукция была хорошая. И потихонечку людей становилось все больше. Я не опускала рук. Я думала, ничего, я еще попробую. Кроме того, я ведь не думала, что я буду зарабатывать деньги через Атоми. Я просто пользовалась хорошей продукцией. И было много людей, тем не менее, которые начинали пользоваться Атоми. И даже не приобретая продукцию, но после того, как я рассказывала о сути бизнеса, они подписывались на членство. Это и был первый опыт в качестве жены автора бестселлеров и преподавателя частной академии. Но пока я переживала трудное время, мне сделали операцию по поводу миомы матки, которая длилась более 10 часов. Я лежала в больнице больше недели, была вынуждена лежать больше месяца. Выздоровление шло медленно, поэтому я стала еще более усердно употреблять пищу Атоми. И с тех пор ничего не могла делать, и просто лежала. А когда разразился коронавирус, все доходы нашей семьи, включая гонорары моего мужа, уменьшились. А я болела, не могла работать. Из-за обучения ребенка тоже оплата продолжала идти вверх. И Атоми было единственным, что я могла делать. Просто лежа. Это было Атоми, была для меня лучшим консветом. И брат мужа, который стал стармастером в России, достаточно много работал, чтобы управлять 17 центрами. Поэтому весь доход приходил ко мне. И он делился со всем. Там ведь нет абонентской платы, нет необходимости покупать что-то каждый месяц. И можно зарабатывать деньги на свое имя. И мой муж очень сильно меня успокаивал. И благодаря Атоми я впервые за 21 год села на самолет и поехала за границей. И более того, мне нравилось, что в Атоме я могла пульсоваться продукцией и еще зарабатывать на этом, делясь ПИВИ. И также мне становилось интересно это. Ведь ПИВИ действительно достаточно большое значение для нас имеет. И когда я преподавала английский, у меня не получалось никуда поехать. Я даже не мечтала о путешествии. Но благодаря Атоми я впервые села на самолет и поехала на Академию. И в марте я поехала на Академию успехов в Сиднее. И мне очень понравилось. И даже Дерек, видите, это мой партнер. Он сказал, что он будет танцевать. И пригласил меня. И в период коронавируса мы встречались с партнерами только посредством Zoom. И когда мы встретились лично, мне было так приятно. Мне казалось, что я встретилась со старым другом. И я поняла, что а, этот бизнес, которым занимался брат моего мужа, это самый подходящий бизнес для меня. Большую помощь также мне оказали супруги, бриллиантовые мастера из Всемирной Ассоциации. И более того, я там напробовалась очень вкусной еды и встретилась с замечательными людьми. Я была действительно счастлива. И когда я оттуда уезжала, мне было так жаль уезжать, я даже плакала. И деревня Ханбок — это особая туристическая зона, поэтому сюда приезжают не только из Кореи, но и иностранцы. Поэтому я вот сейчас пришла в Ханбоке. И также недавно к нам пришла женщина из России, потому что она приехала в путешествие. Ей было интересно, как же живут здесь, в Корее. И я ей рассказала, как купить препарат, дорогой, подешевле. И, более того, ей очень понравилось. И у меня появились партнеры из России, из Австралии. И когда они приезжают в Корею, я их обязательно приглашаю в Ханбок. Даю им померить Ханбок, национальный костюм. Фотографирую. И также готовлю для них вкусную еду. И им очень нравится. Буквально недавно партнеры из России, которые приехали, они сказали, им было очень приятно и очень интересно здесь. И более того, я стала им рассказывать об Атоме, и им стало очень интересно. И также партнеры, которые так ждали приглашения в Ханбок, теперь они говорят, что они с большим удовольствием занимаются Атоме. И говорят, что каким бы красивым ни был цветок, он не может простоять более 10 дней. А каким мощным он бы ни был, он не сможет простоять более 10 лет. У меня было хорошее академическое образование. Я работала директором Академии курсов и получала высокий доход, которым завели другие. Хорошие гонорары, уважение от мужа, автора бестселлеров. Однако, поскольку эпоха быстро меняется, даже преуспевающие люди начинают работать мало и очень много теряют. И даже те, кто владеет зданиями, которые сдают что-то в аренду, даже им тяжело жить, даже они беспокоятся от будущего. У кого сейчас стабильная жизнь? Ведь если вы хотите жить богатыми, у вас должен быть стабильный доход. Не правда ли? Даже если у вас есть деньги, не надо хвастаться. И нечего опускать руки, если у вас нет денег. Но если у вас есть деньги, вы сможете защитить драгоценные ценности в своей семье. Богатые люди, с которыми я встречалась, хорошо осознавали силу определенной суммы и также системного дохода. И однажды я думаю, что это очень когда-то я прочитала книгу «Великие инновации». В наши дни, когда средний класс рушится, самая главная пенсия и спокойствие. И когда я это прочитала, я сразу подумала об Атоме. И я желаю, чтобы все, увы, присутствующие здесь со временем, присоединились к Атоме и обязательно жили жизнь в изобилии и свободе. Большое спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok